Хорошо, хоть про 90-е не забыли. В период, когда во взрослую жизнь входило очередное малочисленное поколение, пришелся и на середину 90-х годов прошлого года. Но именно в это время страна столкнулась еще и с тяжелейшим экономическим социальным кризисом, с его катастрофическими последствиями. Как же, помним, на всю жизнь запомнили. Вот только мы запомнили, как голодали и побирались без работы. А для вас, Владимир Владимирович, и для многих ваших коллег, это был трамплин к нынешним постам. И для вас все эти годы действительно святые. Настолько святые, что в память о них и в благодарность за них вы и отгрохали храм святого Бориса. Главное дело в своей жизни я сделал. Россия уже никогда не вернется в прошлое. В связи с этим еще больше возрастает нагрузка и на пенсионную систему. Ведь она у нас построена в основном на солидарном принципе. То есть пенсионные взносы людей, работающих сегодня, идут на выплаты нынешним пенсионерам, поколению наших родителей. А они, в свою очередь, пока работали, направляли взносы, чтобы выплачивать пенсии поколению наших дедов. Давайте-ка разберемся с этим солидарным принципом. В СССР пенсионные отчисления, не страховой взнос, как сейчас, а именно пенсионные отчисления, были частью налогов, которые платили граждане в бюджет страны. И уже из бюджета напрямую людям выплачивали пенсии просто за то, что они граждане этой страны. Никакая отдельная, как сейчас, сумма гражданами, а точнее их работодателями, не отчислялась. А вот после уничтожения СССР пенсионные отчисления стали отдельной суммой, помимо налогов. Именно из этих отчислений сейчас выплачиваются пенсии и тем, кто до них уже дожил. Именно они и составляют средства пенсионного фонда. И на эти отчисления действительно сильно влияет демографическая ситуация. Меньше работников, меньше отчислений. Из госбюджета по закону теперь тоже выплачиваются некоторые категории пенсии, но об этом позже. То есть, нашим дедам платило государство, которое развивало экономику на благо своего народа. А нашим отцам платим мы, работая в государстве, экономика которого ориентирована на прибыли для нынешних владельцев средств производства, построенных, между прочим, нашими отцами и дедами. А само это государство лишь гарантирует, что мы эти деньги заплатим. Это разные государства и разные, по сути, пенсионные системы, Владимир Владимирович. Не надо их смешивать. Продолжение следует...